Ребят, всем привет с бэкстейджа, со съемок «Главной дороги». Сегодня на моем лайв-канале я покажу вам, как мы снимаем сюжет про мини-купер и в том числе расскажу интересные детали про мини-купер. Тем более у нас есть здесь владелец автомобиля, который на этот раз готов поучаствовать в рассказе. И это человек, который увлекается этой машиной, но обо всем дальше по порядку. Зимой холод. Да, смешно сказать, ребят, вот эта деталь, это крыло. Ну не знаю, честно говоря, насчет практичности. Их легко поцарапать, и это проблема. Вот с хромом точно проблемы есть. Вырезать в полу дырки, чтобы менять в стулке стабилизатор. Союз детский. Ну тогда это многое объясняет, в принципе. Номера, я смотрю, даже новые теперь, да? А где те исторические? Сохранились? Потому что они прям такие, боевые. Номера протри, пожалуйста. А те говорят, ты зажилел старые, да, боевые? Так, ребят, у нас здесь Иван, да, который на мини-скаку с 2004 года? И начал рассказывать, накидывать информацию, которую мы точно не успеем снять в программе, просто по кронометражу. И вот Иван сейчас в двух словах расскажет про косяки, какие у этой машины слабые места. Ну, мотор, да, во-первых, из основного. Ну, да, начал бы я все-таки с мотора. Мотор здесь идет в совместные разработки Peugeot Strain BMW. BMW его перестанет ставить на новое поколение, Peugeot Strain, использую данный мотор до сих пор. Поэтому запчасти на данные моторы я бы порекомендовал брать оригинальные Peugeot Strain, потому что они их постоянно модифицируют и выбирают скидиться в основном сетях моторов. Если рассматривать мини вообще как автомобиль, то, наверное, самый надежный двигатель будет у них как раз 1,6 атмосферных, потому что у него меньше всего проблем. На турбомоторах это так же, как и на атмосферных, это вытяжение в сети. И больное место у них такое, как течь мотора по передней стенке, потому что стакан масляного фильтра отдельно крепится к мотору и при замене при движении постоянно начинается с него скидиться. А здесь какой мотор? Здесь стоит один обычный И6. Для того, чтобы поменьше проблем было? Ну, у данного автомобиля еще и продукт небольшой, всего 60 тысяч. Поэтому, в принципе, проблемы этому мотору грозят только после 120. А коробка здесь какая? Коробка здесь стоит японская, 6-ступенчатый обычный автомат. Айсин? Скорее всего. Супер надежный автомат. А так, в принципе, идеальный городской автомобиль. Я даже не знаю, что взять кроме него. Но мы сейчас попробуем поснимать для главной дороги, но у нас все будет сжато, поэтому вот я не мог не использовать возможность послушать Ивана. Еще послушаем дальше, поднимем машину, обойдем вокруг, добавим какие-то врезки, естественно, из самого бэкстейджа, который мы будем снимать, как всегда. Редактор субтитров А.Семкин Коробка. Что за комплектация? Это юбилейная. Поздравляйтесь на исходные. Юбилейная, да? Да, да, с навигляцией, формитором. Сейчас посмотрим, заглянем, подснимем. Люблю интересные машинки, люблю маленькие машины. И несмотря на то, что у нас был гораздо более рядовой автомобиль, перед этим мы снимали Ford Mondeo, тоже отдельное видео для лайв-канала. И обычно вторую машину у меня энтузиазма не хватает снимать для себя, вот такие подсъемы, ну потому что уже устаешь в один день, две съемки, но здесь и владелец знает про машину, и машина интересная, и комплектация интересная. Андрей, камеру, Андрей, пропусти машину. Все, стоп. Готовались камеры. Начали, поехали. Дубль. Вот у вас один раз, а у нас много. Самая важная деталь в автомобиле. Я думаю, аксессуаров накопилось за эти годы, да, немало? Да. Что отличает эту комплектацию так внутри от обычной? Ну, от обычной комплектации, во-первых, здесь музыка, карман-кордон стоит, плюс навигация. Также, поскольку это Cooper, а не One, то есть здесь идет уже и клин, здесь. Ну вот, не хватает единственное, что это панорамный крыш, который очень вообще удобная вещь. Ну так это можно считать максимальной, да, комплектацией, можно еще добавить панорамы, больше не бывает. Кожа. Я на самом деле против кожи, я репротивник, потому что зимой холодно, а это оптимально. Есть такая версия, имеют право на жизнь. Боковая поддержка кожи, центральная часть, тряпка. Креслу с электроприводом не бывает такого в Мини? Нет, электропривода нет в Мини, все ручное, но я не знаю, ты обычно ездишь на машине сам и один раз отрегулировал, да и все. Но на этой машине ты ездишь? Нет, на этой машине ездит моя знакомая, моя машина сейчас у меня. Все, я понял, я просто так сразу задал вопрос скромный по причине аксессуаров вокруг. И тогда до этого многое объясняет. Но ты, наверное, имеешь отношение все равно как фанат Мини к этой машине, знаешь ее историю, естественно. Конечно, знаю историю данного автомобиля. А ломалось что-нибудь в ней по-серьезному? По-серьезному нет, здесь нет. А сколько владеет владелица этой машиной? Она не первая владелица? Она не белая, она вторая владелица, она ее покупала с пробегом, по-моему, 15 или 20. И обе были владелицы, да, обе девушки? Да, обе девушки. Ну так она ремонтировала что-нибудь? Здесь практически ничего, здесь единственное, что было у нее небольшое ДТП зимой. Но это не имеет отношение к надежности автомобиля? Ну да, а по надежности здесь один из самых надежных моторов стоит. Здесь замена масла и то, здесь ломаться особо нечего. Так к чему же придираться тогда? Получается идеальный автомобиль? Идеальным назвать его, к сожалению, нельзя. Он очень хорош, очень удобен в городе. Первым делом надо смотреть моторы, и чтобы он не был бит. То есть кузовные детали обязательно надо посмотреть. Вообще говно получился. Ну да, элифант Смайли у нас. Сначала Смайли первый, а сейчас второй он идет. Вот, он сейчас был бы даже с помощью выпускаем. Китайцы обожтой не станут планировать. Сразу поняли, фишку берут, надо делать. В таком салоне он так вот так же повторяет, вот этот китайский вот так повторяет. То есть сначала была копия так себе, а потом уже чуть не 100%. Ну, наверное, он тесный, кому-то покажется. Естественно, есть к этому претензии, наверное, у людей. На самом деле, вот у меня рост метр восемьдесят, мне вполне комфортно за рулем. Да, еще, по-моему, за тобой уже никто не сядет. Ну, за тобой уже, конечно, никто не сядет. Да. А что, фар не сейчас не у вас? Нет, это на... Стирается здесь краской, Иван? Ну, вот здесь вот камешки обычно с полу идут. Ну, сколы, ну, потому что вертикальные более-менее. Да, он недавно покрашен еще. А, еще покрашен, да? А соприкосновение вот с этими пластиковыми, вот такой идет, разве, проблем? Нет соприкосновения. Если машина не бита... Ну, вот смотри, вон чуть-чуть есть, но вот этого нет. Вот уголок может. Это уголок, да. Ну, потому что крыло ведь входит. А по динамике этот мотор как? По динамике здесь 122 лошади. Поскольку я сам езжу на эске, мне он кажется помедренно. Туповат, да. Да, ну, в принципе, довольно-таки неплохо. По городу хватает держаться и в потоке, и он довольно-таки шустрый. А расход? Расход здесь 8 долларов, но меньше 8. Я бы подумал, что 10. Ну, да. 10 на эске. На эске как раз надо. Этот кузов, это 56-й, да, кузов? Это кузов R56, то есть и эс тоже называется 56-м, потому что в предыдущем кузове машин, которые до 2007 года, там эс, мини-купер эс и мини-купер, они отличались. Все, идем снимать. Спасибо за маленькую резку, ребят, мы продолжаем, кроме детских съемок, взрослые. Я вижу хром, по крайней мере, да, сзади, цветущий. Вот с хромом точно проблемы есть, ну, как и везде, в общем-то, придираемся, конечно, повторяемся. Ну, а что делать? Это правда. Фары уже неплохо было полирнуть, вернее, конечно, не фары, а фонари задние. Всякие фишечки везде, конечно, количество фишечек, наклеечек, аксессуаров, мелочи. Какие оно зашкаливает, вот на квадратный сантиметр площади маленькой машины? То есть, мы капотки не меняли, но капот, потому что он занялся, как раз, под фарой. А капот не оригинальный? Капот оригинальный. Запчасти только оригинал. Да, они стоят 50 лет. Капот с чашами, сарой, по-моему, 30 с копейками, да. Что у людей самая частая претензия по кузову? Обычно пластиковые молдинги, это сама кузова. На моем проблем, то есть, даже если кто-то с собакой там проходит, то есть, чуть-чуть. Черканули, сразу видно на молдинге, то есть, они довольно-таки мягкие. Так давай про это и скажем, про то, что смотри, это за повреждения. Молдинги имеются в виду от бортовки вот эти вот пластиковые. Вот эти все, да, пластиковые. Они мягкие, давай скажем, несмотря на их визуальную практичность, да, их легко поцарапать, и это проблема. Несильное соприкосновение, но все равно видно, что он чуть-чуть деполировал. Кром везде цветет. Кром на всех автомобилях цветет. Но здесь самое интересное, да, мы молдинги все-таки железные, а не пластиковые, как у большинства. Ну, мы не будем, то проблема. Сливаем капот. Перекрашивали капот здесь и крыло, да, смешно сказать, ребята, вот эта деталь, это крыло. Понимаете, да, ее размер. Этот модник неинтересен угонщикам даже на разбор. Такое впечатление, что сижу в игрушке, ребят. Пока снимаем дубль за дублем, каждый раз сразу из автомобиля поражаюсь. С одной стороны, конечно, все это стильно, все эти тумблеры. Но практично ли? Ну, не будем говорить про дальние поездки машины, мне кажется, не для дальних поездок. Хотя, наверное, есть фанаты Купера, которые точно скажут, что можно и далеко. Ну, мне кажется, что даже вот Ниссан Микро старый, да, на котором я приехал, например, из Литвы до Испании. Ну, как-то больше автомобиль. Тут вот прям игрушка. А это вот так, наверное, да? Слушайте, я понял, что это такое. Я думаю, это зеркала. Вот он для чего. Дополнительная защита по желанию. А, то есть это верхний, где он открывается? Прямо на него нажимать, на панель. Я бы не нашел, наверное, его. Все находят только. Я думаю, все находят потом, да, когда продают машину. Прикольно. Ну, не знаю, честно говоря, насчет практичности ткани. Красава. Да. Видишь, как с тканевыми креслами удобно ездить. Красава так. И это вот чуть-чуть вода, да? Открою дверь. Просто упала вода сюда. И все. Дождь, снег и сиденье вечно вот такое. Рано? Не мачен. Вот так мы снимаем открывающийся капот. Для того, чтобы у вас была одна красивая секунда. В кадре. Мы тронем на эту минуту или две. И так во всем. Давай. Давай. Угу. Крепежи фарные, наверное, ломаются, да, первое, что при аварии происходит. Ну, естественно, да, его здесь и нет. Ребята, я думаю, это очередная фишка. Запиленная владельцем монет. Это оригинал. Говорят, что цвета меняет. Здесь тоже, да? Меняет цвета? Нет. Даю кипп производитель дым в машину поставить, чтобы капсулы менялись и стравоскопы. Кофе со скидкой для сотрудников. Ну, не 60, а 8 рублей. Ну, конечно, офигенно. Я рад, что автомат этот убрали. На порядок лучше, что мы за автомат этот ели покрыли. Похлепка. Один из немногих плюсов юнита. Менее новейший. Союз? Союз детский. Ну, тогда это много объясняет, в принципе. Ребята, на такую спорную реплику сейчас говорю, что моторы мини склонны к перегреву и, как следствие, к маклажору. Ну, в принципе, это такая BMW-сная фишка и можно предположить, что такое бывает. А также, в связи с невысоким качеством чугунных гильд, еще и козлокопорщиной группы. Ну, автомат, да, здесь. Японский причем. Окей. А руль, вот я думаю, кожаный или нет? Мне кажется, пластик все-таки. Вот здесь все хочется называть не кнопки, а кнопочки. Кнопочка спорт. Кнопочка домик. Крутится и наклоняется штыречек. Тут ковричек. Тут блестящая ручка поднимает вверх и тормозит. На рулечке тоже кнопочки. Потолочек. Дверка. Дверка, кстати, очень тяжелая и очень длинная. Дверку открывать. Так, на самом деле, ну, нужно усилия непривычные. Вот ручечка. Ручечку тоже надо найти. Зеркальце, где регулируется. Левое зеркальце и правое зеркальце. И программку мы снимаем тут. Главную дорожку. Главная дорожка. Притерлись. И не раз притерлись. Но диски при этом целы. Это вроде как отбортовка, которая призвана защищать от царапин, повреждений. Но само по себе тоже выглядит не очень красиво, когда появляется царапина. А не появляется. Вообще, немалую изюминку в очертаниях кузова у мини-купера придают вот эти двери. Видите, какой наклон у стекол. И не только у дверях, у боковых стекол, но и у лобового стекла. Оно практически вертикально. Но это как бы и минус модели в том числе. Потому что собирает на себе все камушки, гравий, часто посеченные и со сколами. Здесь стекло живое, стекло оригинальное. И судя по ниточкам внутри, оно даже с подогревом. Я думаю, это не дешевое удовольствие, если в это стекло поймать камень. Я, кстати, впервые смотрю так близко на вот эту часть составляющую. Во-первых, это та часть, которая является мечтой некоторых владельцев мини-куперов. Потому что внутри есть экран, есть гораздо более бедные версии, где экранчика нет. Хочется все говорить. Экранчик, кнопочки, циферки. Так вот, если приглядеться к вот этому кругу, то смотрите. Тут идет хромовая полоска. Потом идет еще одна пластмассовая по кругу полоса, в которой идет спидометр. И здесь ходит стрелка. Причем стрелка ходит механически. Довольно красиво выглядит. И внутри уже находится экран. А вот здесь, в этих сегментах, находятся контрольные лампы. А здесь уже цифровой спидометр. Неаналоговый, еще какие-то контрольные лампы и тахометр. Нужно снимать через багажник Ярослава, который доворачивается. Вы свечиваете. Вот это, если нужно, убираете. Если нужно, складываете сиденье. Работаем. Или багажник. Прости. Я по моей команде. Дубль. Отвернись от нас сильнее. Отвернулся. Начали. Или багажник. Начали. Или багажник. Так, с этой же точки. Ничего не это самое. Все. Оскар мне. Привезти салон в негодность удается единицам. Тоже валенок. Тоже войлок. Ну да. Войлочный подкрылок. Только на Мондео мы обсуждали, что они собирают в себе всю грязь. Влагу гниет под ними. Их на Мондео меняют на пластик. Наверное, здесь он не такой войлочный. Там он такой, знаешь, прям как шуба. А здесь он жесткий. Он более логичный. Вообще нет, обрати внимание, защиты. Висит прямо здесь, смотри. Вот я на всех своих американцах. Фигачивался коробкой. Они мягкие, раскачивались. Еще в 90-е. 60 тысяч пробег. Как всегда, вот это наша проблема рубрики Second Test, когда привозят фанаты машины. И наклейки, как вы понимаете, с мишками, это уже следствие безделия, когда нечем заняться. Как уже коту, да, тому, который занимается разными причиндалами, потому что все остальное сделано. Скорее всего, машина вся живая, и вряд ли мы здесь что-то найдем. Ну, мы попробуем. Мы каждый раз честно стараемся. По подвеске, кстати, вот с этой проблемой по подвеске вообще проблемы. А в чем же есть проблема-то? Что ж такое? Так не бывает? Нет, люди жалуются из-за мотора, по-своему. Ну, и то, когда пробег, когда уже подушатали, резину идет, кстати, поменять. Я бы порекомендовал хозяйке, да? Ну, наверное, должен азартно управляться, в принципе. Наверное, это одна из фишек, да? Ну, в принципе, как многие говорят, городской картин. Нет, показалось. Пыльнички целые. Слева, справа. Втулки стабилизатора. Здесь, чтобы снять. Чтобы их поменять, надо подрамник, да? Подрамник снимать. Надо снимать. Официально он снимается, неофициально он оттягивается, да? Есть люди, которые знают технологию? Нет, есть некоторые люди, которые в салоне делают ассорат на квадратики, вырезают. Смывают в полу? Да. То есть они вырезают в полу квадратики, чтобы менять втулки стабилизатора? Да, ну, я такое видел просто. Ноу-хау, ребят, вырезать в полу дырки, чтобы менять втулки стабилизатора. Потому что, если не поменять втулки стабилизатора, кроме грохота, это со временем износит сам стабилизатор и придется его тоже менять. А это уже другие расходы, но и более масштабные затраты. Репетируем реплики. Все резиновые детали, включая маслосъемные колпачки и сальники со временем дубеют из-за высоких температур. Все. Ну, так что так. Вкус. Да, да. Все автографы. Да. Портрет, автограф, селфи. Все после съемок. Ребят, закончились у нас съемки. Время самое пробочное, около полу-восьмого вечера. Мне сейчас до своего юго-запада ехать получается, наверное, часа. Полтора, то и два. Так что вот такой очередной у нас съемочный день. Спасибо, что посмотрели. Ну, если интересно смотреть такое дальше, не только такое, на лайв-канале и на основном подписывайтесь на оба. Спасибо и пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...